МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую, дорогие зрители телеканала Каспорт. Меня зовут Динара Аклужанова и в эфире ток-шоу Каспорт Алана. Вижу цель, не вижу препятствий. Оказывается, абсолютно здоровые спортсмены могут выступать в команде инвалидов. По крайней мере, так заявили опытные тренеры. Они говорят, что, например, в параплавании незрячие спортсмены должны соревноваться с теми, у кого хорошее зрение. Мы решили разобраться в этой теме и в целом поговорить о параспорте. Для этого я пришла для начала сюда, в оптику. И мы сейчас поговорим с доктором-офтальмологом Айгуль Сагадатовной Сулининовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы решили спросить у доктора, у вас, вообще, как определяется острота зрения? Острота зрения определяется несколькими способами. Допустим, первый – это субъективный способ. Когда пациент присаживается, мы прикрываем... Я могу приседать? Да, конечно, присаживайтесь. Мы пациенту прикрываем правый-левый глаз. Просим прикрыть левый глаз. И определяем по таблице. Это обычная история, так все равно. Да, это обычная. Деткам, допустим, по картинкам, взрослым по буквам, либо по кольцам. Также существуют методы еще определения. То есть, когда используется объективный, это аппарат-авторефрактометр, либо это есть еще методом скеоскопия. То есть, когда у нас берется обратно зеркальный офтальмоскоп, скиоскопические линейки, либо ретиноскоп, мы можем определить, какая же рефракция у пациента. Вот, например, у меня зрение плохое. Я не могу... Вы сразу определите, что я не вижу, да? А если, наоборот, человек хорошо видит, но он не показывает это, скрывает, да? Вы можете это определить? Конечно. Это все определяется в комплексе. То есть, как я уже сказала, по таблице определяется страта зрения. По аппарату мы определяем, какая у нас рефракция. И потом мы уже, чтобы определить более детально, какая у нас рефракция у пациента, мы начинаем специальный метод оптометрического алгоритма. То есть, проводим. И уже на фоне этого мы выявляем, есть ли нарушения зрения, либо их там нет. Ну, а когда со спортсменами такая история, как вы думаете, в чем загвоздка-то? То есть, это доктор, значит, так пишет? Или это спортсмен как-то создает такие условия, чтобы ему написали такие вещи? Ну, здесь я не могу сказать. Коррупционная докторическая липовые справки. То есть, это же репутация медицинская. Я понимаю, что вы не спортивный доктор, но это же репутация врача. Конечно, конечно. То есть, какая здесь история на ваш взгляд? Ну, здесь, наверное, какая-то договоренность и спортсмена, и доктора, наверное, какие-то цели, наверное, они вдвоем, ну, не знаю, преследуют, так скажем. А вот ваше личное мнение, вот это правильно? Это честно, что победа любой ценой, неважно, пусть здоровые выступают как инвалиды, но зато побеждают, зато у страны будет золото и так далее? Нет, я думаю, что это, конечно, неправильно. То есть, каждый спортсмен должен, ну, как бы соревноваться в своей категории. То есть, да, если пара олимпийцы, либо здоровые спортсмены, да? Ну, допустим, плавание, там же зрение, наверное, не нужно, там руки, ноги, как вы думаете? Ну, зачем пловцу зрение, да? Ну, зрение, конечно, нужно нам везде и всегда, вот. Но здесь, опять же, ну, если нарушение зрения, то, конечно, он может... У нас же есть сейчас и специальные очки, которые, да, плавательные мы одеваем, и там уже они с диоптриями. То есть, здесь, ну, можно использовать их. Ясно. В конце реклама, кет-реклама. Друзья, мы возвращаемся в студию, где нас ждут спикеры. Продолжим разговор. И я отправляюсь на телеканал. Кого я вижу со мной сегодня? Замечательный соведущий, один из опытнейших ведущих телеканала КАСПОРТ, Турлужан Айтенов. Спасибо за комплименты. Поэтому приветствую вас. Да, до чего техника дошла? Да, Динару и тут, и там показали. Да, здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня четверг, а это значит в эфире телеканала КАСПОРТ, ток-шоу КАСПОРТ АЛАННО. Сегодня мы будем говорить о проблемах паралимпийского спорта и даже о хитростях, на которые могут пойти вполне достаточно здоровые люди для достижения каких-то своих целей. И позвольте представить наших сегодняшних гостей. Это Владимир Кириллович, загородний тренер по пароплаванию. Заслуженный тренер Республики Казахстан. Здравствуйте. Улжас Ахмамбетов, спортивный директор Национального паралимпийского комитета Республики Казахстан. Третий гость у нас Елдос Четенов, заместитель председателя Казахстанского союза спортсменов. Здравствуйте. Добро пожаловать. Да, Турлужан, у нас также есть сегодня спортивный доктор. Мы записывали интервью обычного офтальмолога. И с нами сегодня Азамат Нурмаханов. Это спортивный врач Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями. И здесь у нас пятый гость. Наконец-то моя мечта сбылась. У нас пятеро гостей в студии. И у нас замечательный чемпион пара игр азиатских. Сиазбек Далиев. Добро пожаловать. Аргус Сазар Хурметов-Онахтар. Прежде чем мы начнем разговор, я предлагаю посмотреть небольшой материал, который подготовили мои коллеги. Внимание на экран. Смотрим. Владимир Загородний – бывший государственный тренер по параплаванию. Пока он занимал этот пост, а это 10 лет, параплавцы национальной сборной завоевали 23 медали на азиатских играх. Загородний заявил, чтобы медалей было больше, в паралимпийскую сборную зачисляют здоровых спортсменов. Старший тренер у нас немножко неправильно работает, выставляет здоровых людей среди инвалидов, для того, чтобы поехать на чемпионат мира и там отметиться в деньгах. Это неправильная позиция. Получается, что остальные инвалиды, именно по зрению, не попадают. Нет резона. Вот если будешь сборную комплектовать, поедут только эти два сильных, а эти не попадают. Выяснилось, что Сатар Бейсимбаев больше не работает тренером национальной сборной. И эта должность сейчас вакантна. А на обвинение коллеги Загороднего сам Бейсимбаев ответил так. Насколько честно, присваивают эти международные квалификации тоже большой вопрос. Зарубежные коллеги даже посвятили этой теме документальный фильм. В нем бывший главный классификатор Великобритании Роберт Шепард рассказал о фальсификациях в параспорте. Как мне рассказывали, если тренер хочет, чтобы спортсмену поставили определенный класс, то отправляют его на комиссию в страну Южной Европы или Ближнего Востока. Там, наверное, больше прислушиваются к мнению тренеров, чем смотрят на состояние спортсменов. В Центре спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями нам заявили, что на республиканских парасоревнованиях все проходит честно. Еще одна проблема казахстанского пароплавания – это недостаток квот на международные старты. Спортсмен-инвалид в идеале должен выступать с равными по возможностям соперниками. Однако в Казахстане все плохо с определением классификации. Полученную в нашей стране классификацию не признают на международных соревнованиях. У меня тоже в планах участие на подобных заплывах, поэтому прошу поддержки от государства. Сложная ситуация с квотами сложилась отчасти из-за пандемии. Обычно классификацию подтверждают на международных стартах и выдают только на два года. У многих срок классификации давно истек. Если год раньше имели на классификацию 15-20 человек, теперь мы имеем 40 человек. Просто потому, что эти полтора года не было классификации. То есть на сегодняшний день мы имеем новых спортсменов, молодых спортсменов, тех старых, которым пришел срок переклассификации. И это вот такой ком, который сейчас международный параллельский спорт сейчас в это все разгребает. В Комитете по делам спорта и физической культуры пообещали, что решат эту проблему. План у функционеров есть. Мы ведем переговоры с Международным паралимпийским комитетом. Планируем увеличить количество квот для того, чтобы в будущем поднимали наш флаг на паралимпиадах. Тренеры потенциальных паралимпийских чемпионов боятся, что их воспитанники могут оказаться без классификации. Поэтому они предлагают пригласить международных классификаторов на ближайшие республиканские соревнования. И там же выяснить, кто инвалид, а кто им притворяется. Ну что ж, дорогие телезрители, вы посмотрели сюжет и наверняка поняли, о чем мы сегодня будем говорить. Начнем, наверное, с вас, Владимир Кириллович. Давно существует такая проблема у нас в стране? Расскажите. Да нет, у нас эта проблема новая. Раньше у нас не было таких проблем. Мы раньше выезжали на соревнования, вывозили у нас все были спортсмены, которые соответствуют своим классам. Просто некоторые тренеры, вот, кстати, Бесимбаев, посмотрели, что у нас на Олимпиаде не лады вот с этим, с классификацией. Там очень много команд, где здоровые, выступают за инвалидов. То есть в мире это есть, в других странах есть? А почему бы у нас это нельзя? Да, да. И получилось так, что, глядя на них, он решил, что это хороший вариант. Ничего не готовить, взять готового спортсмена и выступить, естественно, если человек мастер спорта среди здоровых, он, естественно, будет. Он же в своем интервью сказал, что у них есть классификация, которая дает допуск на участие. Нет у них, нет у них. Вот эта классификация... Справка, бумажка же есть с печатью. Если человек лучше меня видит, я стою на той стороне, он меня видит, кричит, «Эй, Владимир Кириллович, на той стороне бассейна, 50 метров». Понимаете? Я-то вижу, когда люди действительно слепы, их видно, что он плохо видит, его видно, он теряется. А эти хорошо себя... Владимир Кириллович, я имею в виду Паралимпийские игры, это же не проходной двор. Справка есть, бумажки есть. Ну вот, значит, как-то это справки делаются. Вот уже вопрос, да. Откуда эти справки? Вот, вот. Я же предлагал. Давайте сделаем так. Пускай они приедут сюда, в Астану, мы их отвезем в глазную поликлинику, а там посмотрят, скажут, соответствуют они инвалидности или нет. А кто выдает справки? Ну, в Таразе там выдают. В Таразе. Ну, он в Таразе живет, пошел в Таразе договорился. Купил, да? Купил, и все, без проблем. Сколько слов? Так, что скажет у нас? Не знаю, не могу сказать. Стойка, Олжас, что можете ответить? Да, всем добрый день. Спасибо за приглашение на ток-шоу. Очень интересные вопросы мы обсуждаем. Единственное, Владимир Кириллович, я думаю, будет очень сложно проверить соответствие там спортсмена, если речь идет. Речь о ком идет? О зрении. О зрении, о спортсмене. О зрении, о плавцах, правильно? В Казахстане нет специалиста, который может определить. Ну, в смысле, он зрение скажет, но они не определят класс, под какой они подлежат, правильно? Здесь это не проверить. А то, что в мировом опыте существует, да, действительно, такой-то опыт есть, где спортсмены, может быть, не совсем плохим зрением выступают. Ну, это называется мировое надувательство. Это прям как это безумно? Ну, мировое надувательство, это не может быть, потому что классификацию спортсмены проходят не единожды, а несколько раз, для того, чтобы они подтвердили классификацию и имели право участвовать. Это сертификат дается Международным паралимпийским комитетам, так что претензий к ним никаких не должно быть. Спортсмен прошел классификацию, а при выражении не было. Если какая-то страна может это опребергнуть, то они могут апелляцию подать и на том же соревновании там могут еще раз проверить и действительно соответствует ли его класс или нет. А так, в принципе, вопрос не должен быть. Вот вы носите очки. Вы же понимаете, что зрение – это такая вещь, которая в динамике. То есть у него может улучшиться зрение. Может, может. А могут они специально перейти в тот класс, где специально похуже зрение, а у него наоборот улучшилось. В связи с этим в тех видах спорта, где именно выступают спортсмены с плохим зрением, им класс на всю жизнь не дается. Им дается в первый раз, когда спортсмен едет, ему дается пересмотр класса, он на соревнования получает, на следующее официальное соревнование его обязательно пересматривают. Уже на следующее ему могут дать на два года. Ну, у кого уж тотальное зрение, им дадут на четыре года. Ну, я, насколько знаю, сколько? Три класса, да? Тотально, потом кто реагирует на... Там на разъяне вытянутые руки. Я бы не хотел хлеб отнимать у моего коллеги. Ну да, давайте вопрос. Разадим врачу. Азамок. Да, все верно. Можно я скажу? Вот эти моменты, которые касаются классификации, это такой сложный момент. Можно пойти с классификатором, договориться. Нет проблем. Можно. Кто об этом не опровергает? Вот и все. Не опровергает. Всегда можно. Мы все люди, все договариваются. Нет, дело в том, что вот узбеки, вот сколько лет уже ездят, они возят здоровых спортсменов. Хорошо. Все об этом знают. Я их сам ловил. Я с ними разговаривал. Я говорю, девчонки, как вам не стыдно? Вы стоите на пьедестале рядом с ущербным человеком. Вот он и действительно инвалид, а ты не инвалидка. Я предлагаю такой вариант. Заклеить очки. Там же в очках плавают? Нет, нет. Такой тотально слепые так делают. А в плавниках, не в плавниках очках? Заклеить пластырем. Нет, нет. Это вот другой вопрос. Чтобы перевести всех в один класс по зрению. Вот тотальников, этих, одевать черные очки, и все, и пускай плавает. Непроницаем очки. А так это будет бесконечно длиться. Это бесконечно. Этим занимается Узбекистан, этим занимается Азербайджан. Этим многие команды занимаются. То есть, если у него есть представитель международного, вот в Узбекистане есть представитель в международном комитете паралимпийском. Он там решает вопросы с этой классикацией легко. А у Казахстана нет? А у нас нет представителя. Надо, значит, нам своего представителя туда или лицей не надо? Или как? Это же не спортивный. Давайте дадим слово врачу. Да, конечно. Вы правильно сказали, что существует несколько классов для слабовидящих людей. То есть, это мы говорим 11, 2, 12 и 13 классы. То есть, 11 тотально слепые, у которых зрение 0. Также есть 12 класс, которые видят уже чуть лучше на расстоянии. Примерно. Мы говорим, все примерно. Выдетые руки. 0,3, 0,1. Зрение остаточное. Вы не классификатор по зрению, поэтому давайте не будем так говорить. Я знаю, что это такое. Да, поэтому, и, соответственно, 13 класс, где уже они считаются слабовидящими. То есть, не тотально слепыми, а слабовидящими. И процедура классификации, международная классификация, она проходит в несколько этапов. По зрению спортсмен может быть допущен по двум параметрам. Не только острота зрения, но и периметрия, то есть поля зрения. То есть, если у спортсмена есть сужение зрения, то есть, он видит только в одном направлении или в этом направлении, он тоже может пройти классификацию, даже если она стопроцентная. То есть, поля зрения тоже являются большим критерием для допущения к спорту, ну, паралимпийскому спорту. Ну, так же и спортсмены же могут гулять из-за двух классов. Поля зрения, допустим, он может Кирилл за бассейн видеть, а здесь меня не видит. Да, все равно, он может, периферическое зрение у него быть нарушено. То есть, по зрению есть два критерия, которые нужны. И ваша идея с заклеенными очками, тогда я могу плавать с этими заклеенными очками. Это уже не паралимпийский спорт, правильно? Поэтому эта идея заклеена, ну, это не имеет смысла. Севсбек, ну, вы как спортсмен, который выступал на международных аренах и успешно выступал, и продолжает тренироваться, готовится. Скажите, вот вы видели такие вещи, да, и насколько спортсмену, вообще пловцу нужно зрение? Ну, там же важно другие, наверное, физиологи, физика больше, да? То есть зрение там прям приоритет. Здравствуйте. Да, зрение там очень важно тоже, потому что, когда человек занимается физически, все влияние идет все-таки на... Восприятие. Да, вот это, на нервное окончание. И любая перенагрузка может ухудшить у спортсмена зрение. Поэтому они подходят под этот класс, который, ну, у них есть 12-13, потому что они под риском всегда. И в основном в развитых странах нету таких спортсменов, потому что многие там люди, ну, не рискуют своим зрением ради каких-то там достижений, целей. А вот страны СНГ в основном пользуются популярностью. Идут на эти хитрости, да? Ну, не то, что... Там развито плавание именно по зрению, потому что они добывают медали. Ну, с Ясбек, ты плаваешь немножко в другой категории? Конечно. Ну, просто как относишься? Среди вас есть такие проблемы? Среди нас, конечно, тоже есть, присутствуют... Я видел там кто-то без рук плавать, кто-то в соседней дороге, на соседней дорожке с двумя... У нас немножко по-другому. Там есть люди, которые на колясках катаются, есть, ну, передвигаются, есть люди, которые ДЦП у них, отклонения. И некоторые спортсмены могут, например, ну, притворяться тоже в некоторых своих движениях, ограничиваться, например, на классе, чтобы ему дали пониже класс, и ему легче было как бы состязаться, да. Есть ли такие варианты, да? Ильдос, у меня вопрос к вам, чтобы мы не сильно акцентировали вот только на плавание, только на зрение, потому что есть и другие виды спорта, в которых у нас есть люди с особенными потребностями, да, их сейчас так называют, избегая слова инвалид, но лучше будем говорить как есть. Вот насчет сурдолимпийцев, насчет вот этой темы, там тоже могут притворяться, что не слышат, и, в общем, какие-то классы. Был же инцидент на сурдолимпиаде? Я вот спасибо, что пригласили, хотел просто поаплодировать этим людям, действительно, это крутая работа, которой вы занимаетесь. Занимаетесь, занимаетесь. Это крутая вещь, в каждом регионе такая штука должна быть. Вот это вот, наверное, как это называется, таргетировать или чтобы это копировать, чтобы в каждом регионе такой центр был для людей с неограниченными возможностями, я всегда так говорю. Ну, я считаю, вот я перед выходом посмотрел аннаусмент паралимпийских игр, аннаусмент сурдолимпийских игр, там четко написано, каждый спортсмен, пребывая в Олимпийскую деревню, обязательно проходит там специальное обследование. Нет комиссии. Да, там комиссия паралимпийского комитета каждого спортсмена дополнительно проверяет. Дополнительно проверяет. Я не знаю, я не думаю, что какие-то европейские врачи, которые там, заработная плата у них в год порядка 200 тысяч евро, и они там на какие-то договоренности пойдут. Но в сюжете же прозвучало, что и тренеры здесь могут быть действием. Даже какие-то тренеры, я считаю, что... В первую очередь, тренеры заинтересованы. Я посмотрел, да, там доктора, которые принимают вот эти тесты, да, все имеют уровень PHD минимум, PHD, а еще и PHD там первого, второго, четвертого уровня. Ну, у них заработная плата совсем другая, и я не знаю, их там не купить, ребят. Нет, они не получают зарплату ни от паралимпийского комитета, ни от кого. Они работают где-то в глазных поликлиниках, они сюда просто приезжают. Еще раз говорю, они зарабатывают достаточно хорошие деньги. Я не думаю, чтобы потерять 200 тысяч евро в год, можно там, не знаю, где-то что-то договориться, там что-то, не знаю, сделать за этого, идти к там одному спортсмену что-то сделать. Я считаю, что это исключено, и там говорить голословно, что там Узбекистан, Таджикистан и все, кто-то, это вообще международный конфликт какой-то начинается. Мы обвиняем другую страну, зачем? Давайте мы у себя разберемся, вот у нас буквально был случай, наш парень стал сурдолимпийским чемпионом, к сожалению, наше министерство его не признало до сих пор. Другие люди уже, постановление правительства вышло, практически получили эти свои призовые положенные государством, а этот парень остался за бортом. Буквально, я не знаю, вот буквально неделю назад с нашими юристами они подали большой... То есть эта история еще не закончилась? Это еще не закончилась, большой суд, я думаю, что... Ну, это нонсенс, ну, ребят, действительно, если человек проходит медкомиссии, там проходит медкомиссия, у него все есть. Ну, я не думаю, что международному сообществу нельзя верить, тогда надо и ООН не верить, и всем остальным не надо верить. Ну, факты говорят о том, что эта история известна только тем, кто хорошо знает кухню параспорта. И с 93-го года, когда еще вот Советский Союз, да, вот это все было, такие факты были. И даже там до смешного доходило, что один из чемпионов, выходя из Украины, он сказал, да, слушайте, пожалуйста, просто я пример приведу, чтобы было понятно, да. Он, оказывается, сказал, приглашаю в гости, пойдемте, я вас на мотоцикле покатаю. Ну, то есть там человек, у которого зрения вообще нету, да, то есть как это? И когда он проговорился, оказывается, он сказал, что нашему тренеру сказали, дадут квартиру, если мы возьмем медали. Вот я еще раз говорю, хотел до этого дойти, сейчас вот, например, почему тренера, да, приходя на государственную работу, ищут эти медали, потому что от них руководство требует. То бишь, мы хотели дальше дойти, когда бы я видел, был на одних паралимпийских играх, ну, это не олимпийские игры. Там написано основной лозунг, написано, участь, все победители. Там не написано, что кто-то там, Иванов, Сидоров или кто-то там еще, выиграл чемпион, нет. Там написано, все победители, вы все победители. И там сама идеология, последнее время, после Лондонской Олимпиады, наверное, скорее всего, поменялась. А раньше идеология была участия. Но, тем не менее, призовые никто не отменялся. Ну, призовые, это у нас, еще раз говорю, это государственное. То есть у нас в наших программах, например, по финансированию паралимпийского, сурдолимпийского спорта, написано завоевание медалей на сурдолимпийских играх и так далее. Из-за этого тренер требует, нет, этого не должно быть. Это люди особенными способностями, которым государство должно заботиться. В Конституции четко написано, да, это задача государства, о которой должны заботиться. Но государство заботится об этом, перед ними ставит цели, понимаете? Какие цели? Цели, завоевать медали и так. Почему? И ставит вот эти вот ковришки вкусные, которые 250 тысяч, 150 тысяч, и потом тренеру приходится что делать? Конечно, он начинает искать более здорового мальчика, который подойдет под эти критерии и поедет на паралимпиаду или на сурдолимпиаду. Это зависит от порядочной тренера. Нет, при чем тут порядочный тренер? Да при том, порядочный должен тренер. Владимир Кириллович, вы можете конкретно сказать, что сейчас в национальной сборной по плаванию есть спортсмены зрячие, так сказать? Фамилия называется? Я не помню, они из Тараза. Я не помню их фамилию. Один плавал с Баландиным в команде. Тренировался вместе со здоровым Баландиным. Возможно, потом у него зрение ухудшилось. Вы сейчас узнаете его имя? Просто не говорите его. Ну вы назовите тогда. Назовите. Я не буду говорить, потому что претензии от Владимира Кирилловича. Но тем не менее, этот спортсмен дважды проходил классификацию. Да, лично дважды проходил. Международную. Не республиканскую. Он участник Паралимпиады. Бронзовый призер. Нет, давайте так. Нет, я все понимаю. Дурновлет, Джумагалиф. Это все. Он участник. Как там это сделали? Давайте его пригласим в Астану, отправим в Глазную поликлинику. И там скажут, есть у него инвалидность или нет. Там скажут. Глазная поликлиника, они могут все что угодно сказать. Зачем? Они сразу определяют. Для нас он получил медаль в международную классификацию. А вот, вот. Понимаете, вы ставите в первую очередь медаль. Не то, что он там здоровый, больной. Он заслуженно ее получил и прошел качликацию. Не заслуженно. Я считаю, что спецы проверили его. Подождите, вы тренер по плаванию, правильно? Вы разбираетесь в плавании. При чем тут вы говорите о слуховых аппаратах и людей, которые не могут существовать? Я скажу про слух. Мы поехали в Самсунг. Про зрение даже. На Олимпийские игры в Самсунге. Тоже смотрим. Россияки плавают, медали завоевывают. Я пошел. С друг с другом разговаривали, да? В судейскую коллегию написал протест. И знаете, чем все кончилось? Они утром проплыли предвалительные заплывы. Попали в финал, а на финал никто не пришел. Никто. Стыдно стало? Не то, что стыдно. Не допустили? Они не стали рисковать. Может, честные и порядочные. Зачем рисковать медалями, когда они уже завоевывали медали? Никто не пришел на финал. Финал состоял из четырех человек. Это о чем говорит? О чем? Это говорит о том, что коррупция была, она есть. Хоть где. Ну, вот вы 10 лет отработали государственным тренером, да? За эти 10 лет такие инциденты были? Нет. Элит, вообще? Никогда. Ни одного случая? Никогда. Нет, ну вот мы ездили в Узбек и ставили. Я возмущался, говорил там. Здорово. Я же говорю, я даже с девочками разговаривал. Девочки, ну не стыдно вам стоять на пьедестале рядом с инвалидом? Ну, какое решение проблемы? Решение проблемы? Первое, второе, третье элит. Есть очень простое решение. Я сказал, если они соответствуют инвалидности, пускай приедут в Астану, отправить, проверить их, есть ли у них инвалидность. В Астану куда? В паралимпийский центр? Зачем? Азамат что проверил? В глазную клинику. Я думаю, что это не решение вопроса. Нет, ну глазная клиника. Смотрите, это же должны люди медкомиссию проводить специально обученные, они каждый второй врач же не может это делать? У которого есть там корочка, не знаю, степень. Классификатора, это тоже, эти люди обучены, это не просто офтальмолог с 20-летним стажем. Подождите, 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 куда сходил одинаковец? Не в этом дело, и определить, инвалиды они или нет. Это любой врач может. Паралимпийский спорт только для инвалидности. Паралимпийский спорт включает в себя только тех, кто соответствует критериям международного паралимпийского бюджета. А инвалидность не инвалид? Там нет такого терминга. Инвалидность не дается ждать, если один глаз видит? Он не говорит среди инвалидов. Человек может быть по нашим законам, по нашим критериям инвалид, там он может быть не инвалид. Здоровым человеком. Там нету критериям в паралимпиаде, нету понятия инвалидности. Там нету. Есть определенные мануалы. Там даже нет диагноза, там есть функциональные его возможности. Это паралимпийцы. Да, там даже по офтальмологии не написано, какой именно диагноз подходит, а именно написано острота зрения и поле зрения. Все очень просто. На вытянутую руку, я знаю, там точно есть такой. Они проверяют все досконально, и на аппарате, и в Америке. Классификация, действительно, как сказали, классификатор с Британией проходит в разных странах, приглашаются разные специалисты. Сегодня это может быть Британия, завтра это может быть Алжирис, классификатор. Каждый раз вы не заранее, допустим, как вы говорите, допустим, наш спортсмен поехал. Он заранее не знает, какой классификатор там будет. Он приходит, он знакомится на процедуре классификации. Как вы предполагаете, что он кого-то подкупает там на месте, я не знаю. На классификации всегда двое. Два специалисты из разных стран, которые тоже увидели сегодня, чтобы провести классификацию. Все эти документы загружаются в международную базу. Вы же знаете, эта международная база проверяется главным классификатором Федерации Международной. Вы себя пытаетесь успокоить или меня? Я вам объясняю, что они не соответствуют этому. Я тренер, специалист. Я 20 лет занимаюсь паралимпийским плаванием. Я вот так посмотрю на человека и уже знаю, есть ли у него нормальное зрение или он инвалид. То есть даже вот так, визуально, с первого взгляда можно... Сами ответили на слово, вы тренер-специалист, вы тренер, вы не медик, правильно? И не классификатор, вы не можете так... Вот, давайте, чтобы голословно не было, пригласим их сюда, в автоматологическую поликлинику, пускай они обследуются. И просто пускай они выдадут им сертификат, что они инвалиды. Уже два раза так сделали. В автоматолог, во-первых, сертификат... Это в Таразе он проходил там. У вас у меня такой вопрос. Да международный, это я еще раз повторяю. Вы понимаете, все... Узбеки, шесть человек плавают. Владимир Кириллович, я прошу прощения, давайте мы немножечко сбавим обороты, да, чуть-чуть поспокойнее. А у меня вопрос такой, ведь мне кажется, что все-таки тренеры будут так заявлять и так далее. Ведь это все связано, ну, по большому счету, давайте говорить прямо, с деньгами, правильно? Речь идет о призовых. То есть почему пытаются здоровых туда, ну, якобы не совсем инвалидов, да, туда включить, чтобы получить призовые, правильно? Это же заработок спортсменов, правильно? Все дело в деньгах. Это касается не только тренера, да, это всего человечества касается. Вы работаете, работаете, всех интересуют деньги, правильно? Ну, мы сейчас говорим в данном случае о деньгах в параспорте. При том, что призовые в Казахстане одни из самых больших в мире. Одни из самых больших в мире. Приравняли пара Олимпиаду, Олимпиаду. Первое место, может, Азербайджан там, а, Сингапур, он миллион там зарабатывает. 250 тысяч долларов? 250 тысяч долларов. Скажите, 250 тысяч долларов. При нынешнем курсе лучше хорошие деньги. Да, 250 тысяч, при нынешнем курсе это вообще, ну... То есть сейчас идет такая битва за деньги, правильно? Нет, это все понятно, что... А как же спорт, как интересность, как же принципы? Когда зарабатываешь деньги, честно их получи. А когда люди нечестно зарабатывают, это неправильно. Они мало того, что... Подождите, дайте я доскажу. Вы главное, чтобы чистой своей совестью будьте, все. Остальное вас не должно же волновать. Владимир Кириллович, я вас прекрасно понимаю. Я вам объясню. Вот сейчас эти два человека плавают, они ездят на соревнования. Остальные люди по зрению, они не тренируются, потому что они знают, что они не попадут туда. Потому что те сильнее, здоровые, сильнее, чем инвалиды. Да. Вот и все. И получается принцип паралимпизма теряется. Теряется. Ну, побеждают все принципы паралимпизма. Побеждают все. Ну, тут надо же доказать. Можно любого там привести за ручку, там сказать. Вот давайте так. Вы всю сборную команду тренеров спросите, они вам скажут. Я же... Вот, вы были в Октюбинске на соревнованиях. Вы единственный смелый, кто согласился. Понимаете? Нет, просто... Поэтому мы вас и пригласили. Я вам так скажу. Я сам поставил Сатару Игалиевича старшим тренером. Я его предложил. Потому что я уже ушел, сказал, ты иди работаешь. Будешь? Он говорит, буду. Ну и все. Нормальный тренер был. Нормальный. А потом он насмотрелся вот этого. Первое золото завоевал. Ну, нет. Он нормально, нормально работал. А тут он посмотрел, узбеки что-то творят, азербайджанцы что-то творят. А давай-ка и я потворю. Я не знаю, как они это делают. Не могу сказать. Никого за руку не ловил. Но просто здесь такая ситуация, что принцип паралимпизма теряется. Мы потеряем остальных спортсменов. Остальные люди по зрению не хотят тренироваться. Они не могут попасть в сборную команду. Почему? А потому что уже два места занят. Эти два места занят, допустим, в 13-м классе. У нас есть 12-й класс, есть 11-й класс. А в 13-м? По зрению 3 класса. Ну а в 13-м вот и вот у нас. А по остальным видам? По остальным по опорно-двигательному аппарату еще 10 классов. Плавание, если мы говорим про плавание. Нет, у нас 13 классов. Ну максимально сколько квот можно завоевать? Вот, кстати, да, разучалось уже, что количество квот увеличивается. На паралимпийские игры? Да. Что количество квот увеличивается. Нет, все это зависит от того, как они, если они выполняют олимпийские нормативы. Не только, Кирилл Ильич. Нет, а потом дают квоты. Да, норматив ты выполняешь. Ну, допустим, возьмем паралимпийские игры, предстоящие там в Париже в 24-м году. Тем больше на санкционированных соревнованиях участвуют наши спортсмены, от количества спортсменов тоже зависит, тем больше вероятность, что мы получим больше квот. Допустим, на Токио, если я не ошибаюсь, сколько у нас спортсменов пловцов? 7, да, где-то было? Да. По-моему, 7 пловцов было. И тем, они тоже смотрят, насколько страна активно участвует на международных соревнованиях, в каких классах они участвуют. Потом, естественно, прямые квоты забирают, кто чемпионом мира стал, чемпионом азиатских игр, они прямую квоту получают. Хозяева соревнований? Да, хозяева соревнований, именную, а потом уже квота распределяется, допустим, плывем мы в классе С-13, 8 спортсменов лучших топ должны пройти. Там чемпион мира первую квоту забрал, там чемпион Азии забрал, страна-хозяин там двоих забрала, и есть 6 квот. Из этих там по рейтингу, по количеству заявок от всех стран определяется. И благодаря тому, что мы государственные задания получали, и сейчас поддержка очень крутая на паралимпийский спорт, мы все международные соревнования, санкционированные по 5-6 соревнований выезжаем, мы благодаря этому 7 квот получили. Мы получили 21 лицензии, 22 лицензии на паралимпийский спорт. А в предыдущих в Рио было гораздо меньше, да? В предыдущих в Рио было вообще всего 8 спортсменов по 4 вида. Но это с 2020 года, я так поняла, начали больше внимания уделять в плане финансирования? Нет, где-то с года 15-го, но финансирование именно большое. Да, финансирование с 2020 года. У меня тут возникает вопрос, как нормальный человек, зрячий, может постоянно косить под слепого? Год, два, три, десятилетиями может косить? Да тут вопрос, как косить. Мы в самом начале сюжет смотрели, где врач-офтальмолог, эксперт, сказал, что обмануть невозможно. А не проверяйте периферийное зрение и прямое, там обмануть нереально. Зрение, в спода еще, где опорно двигатель, у Сиазбека, там есть коляшки, где там действительно может быть между двумя классами порог, но тогда классификаторы обычно дают порог выше. И во время соревнований они еще раз, потому что ты на классификации, допустим, спортсмен, он может там халтурить, не пока, чтобы он притворяться, класс ниже дали. Ему могут этот класс ниже дать, но при соревновании он халтурить не будет, он будет выжимать максимум из своего тела, правильно же? Тогда ему класс могут пересмотреть и выше класс пустить. Ну там, честно говоря, минимальный, минимальный. Возможно, есть где-то какая-то договоренность, мы же не знаем, мы же за руки никого не держим. Все равно любой обман он рано или поздно раскрывается, потому что история, опять же, я почитала сегодня. Как вы думаете, вот эти два спортсмена, которые вы говорите, они зрячие, они долго будут находиться в сборной? Пока они не выжмут все соки, пока действительно не попадут на хорошие классификаторы, которые не допустят их. Пока их не вычисляют? Индианка есть такая, что ее никак не... Вот они почему к ней только попадают, они от нее отказываются. Они ищут. А эти классификаторы, я вам скажу, у нас было такое, медаль нашу казахстанскую я давал, и класс давали человеку тот же. Медаль не дашь, они голову морочат, морочат. Там медаль, класс получил. А зачем? А вот просто медаль на шею одеть. А красивая же у нас чемпион. Ну чемпион Казахстана. Не из чистого золота. Нет. Вот вам, пожалуйста, классификаторы. А здесь вопрос стоит о больших деньгах. Большие деньги. И почему ему, например, не дать ему 5000 долларов, чтобы получить 50? А кто уверен, что вот этот спортсмен получит медаль, даже вот, которая еще не прошла классификацию? Если вы даже говорите о тех спортсменах, которые сейчас в сборной, они имеют золотую медаль по олимпийской игре, они чемпионы? Кто? Ну вот, про которых вы говорите, что они... Так дело в том, что они не хотят заниматься, потому что уже там есть здоровые, они просто не хотят. Нет, я имею в виду, вот вы говорите, что есть здоровые люди в параспорте, которые в сборной сидят. Они разве чемпионы имеют золотую медаль? Да, бронзовая медаль по олимпийской. Если вы говорите, что он здоровый, участвовал среди инвалидов, как он? Он должен взять на золото взять, да? Тут прямое обведение, по сути. Если он лучший, он здоровый. А потому что там узбеки тоже, которые тоже здоровые. Вот что дело. Дорогие гости, мы сегодня говорим о зрении, о плавании. У меня такой немножко по аналогии вопрос к Сиазбеку. Вы как-то в интервью сказали, что нужно менять взгляд государства, вообще в целом, на параспорт. Ну, чтобы мы не зацикливались на одном только плавании, на одних этих обманах, коррупционных вещах и так далее. Вот вы как думаете, как спортсмен, чемпион, какой взгляд государства сейчас и что можно изменить? Да, уже меняется, что-то делается, деньги большие выделяются и так далее. Ну, да, деньги выделяются, но все равно уровень не такой, как у олимпийцев. Недостаточно. Могу сказать, да. Уровень подготовки у паралимпийцев, он не такой, как у олимпийской сборной. Не дают возможности, условия. Ну, я не знаю, я даже просто сравнение сделать. Например, привести, например, член национальной олимпийской сборной, он может год быть на УТСах, а член паралимпийской сборной, он месяц на УТСах в течение года всего лишь. И потом перед Олимпиадой. Ну, вот такая вот разница, в общем. Начинают шедевцы двигаться. Один с месяц подготовки, я думаю, это большая разница. И что нужно для них? Ну, я не знаю. Что вы предлагаете? Вместе ездить? Призовые приравняли по некоторым видам спорта. А, допустим, даже по финансированию нам зарплату же платят как спортсменам. Не все соревнования там подходят под контракты. Например, в олимпийской сборной азиатские игры, если ты выигрываешь, ты можешь стать чемпионом, претендовать на контракт. А если ты чемпион паралимпийских азиатских игр, ты не можешь на такой контракт претендовать. Почему? Ну, такой закон, такие правила. Постановление правительства. Согласно положению. Кстати, о законах. Ельдос, скажите, у вас какая-то новость есть по поводу сурдолимпийцев и то, что по закону хотят вообще убрать этот вид спорта, исключить его? Есть такая новость? Буквально я на той неделе разговаривал с представителями сурдолимпийского комитета на сегодняшний день. На обсуждении вынесен проект закона, проект закона изменения, внесения, дополнения закона физической культуры и спорта, где исключают сурдолимпийские игры, то бишь их там не будет на награждение, на присвоение и так далее. То есть со следующей сурдолимпиады, если этот закон принято, примут, то сурдолимпийцы не будут получать ту премию, которую получают паралимпийцы. Дискриминация такая? Это получается, да, дискриминация. Вот вчера буквально члены сурдолимпийского комитета тоже вышли, они подали в иск в суд касательно парня, который глухонемой парень, который выиграл сурдолимпиаду. До сих пор ему не выплатили, там еще что-то там какие-то у него говорили всякие. Он подал соответствующий иск в суд, и они хотят буквально приехать в Астану и принять меры, потому что это реально дискриминация людей. Я думаю, мы еще продолжим и сделаем на эту тему отдельную программу, либо какой-то специальный репортаж. А сейчас, я думаю, мы завершаем, у нас осталось буквально 3 минутки. Сейчас каждому гостю предоставим слово, буквально 3 фразы, итоги. По 15-20 секунд. Да, 15-20 секунд, 3 предложения ключевых о проблеме и решении. Давайте начнем с того, что вот эти спортсмены, которые здоровые выступают за инвалидов, они мало того, что не дают места для остальных, второе, они ездят постоянно на международной классификации. А у нас есть очень много молодых людей, которые уже плывут в международниках, им надо классификацию. А эти люди катаются и все присваиваются. Спасибо. Пожалуйста, ужас. У нас очень мало времени, давайте коротко. Вдохновляй, восхищай, покоряй. Супер. Сязбек. Сязбек, пожалуйста. Ну вот, если, конечно, внимание обратят наше государство на паралимпийцев, как равноправным спортсменам, чтобы мы достойно представляли интересы нашей страны. Все, что я желаю. Сейчас у нас почетный член Али Турганбеков, все вы его знаете. Я думаю, мы сейчас тоже займемся этим вопросом, будем через Союз спортсменов действительно эту проблему поднимать. Дискриминации никакой не должно быть, это те же наши граждане. Я думаю, что Союз спортсменов всегда за спортсменов, за тренеров мы будем защищать вас. Пожалуйста, Азамат, буквально 20 секунд у вас. Ключевое, что инвалидность – это не допуск к параспорту. Абсолютно все должны это понять, потому что допуск к паралимпийскому спорту – это прохождение международной классификации. Все очень просто. Спасибо огромное, гости, что вы уделили время. Мы прощаемся. Я плохо вижу, хорошо плаваю. Пойду потренируюсь, может быть, и меня включат в паралимпийскую сборную женскую. Вот я даже очки взяла специальные. Ну, я прощаюсь. Пока. До свидания. Всего доброго. Увидимся еще. Да, дорогие телезрители, у нас время ограничено. Я напомню, что сегодня играет сборная Казахстана против команды Белоруссии в рамках Лиги нации УЕФА. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok